Hello everyone and welcome to the lesson. Здравствуйте, ребята! Продолжаем с вами работать. Сегодня тема урока – покупки в Британии. Open your copy books and put down the date. Открываем тетради и записываем сегодняшнее число. Monday, the 16th of May, classwork. Итак, мы говорим о покупках в Британии, знакомимся с британскими монетами и учимся вести диалог в магазине. Well, get ready to work. Look at the screen. What coins can you see? Посмотрите на экран или на страничку 113 в учебнике. Какие монеты вы видите? Сколько здесь денег? Какая сумма денег перед нами? 50 pence, 20 pence, 10 pence, 1 penny, 5 pence and 2 pence. Add everything. Сложите все вместе. Сколько у вас получится? We have got 50 plus 20, 70 plus 10, 80 plus 5, 85 plus 2, 87 plus 1. Итого у нас 1 фунт, 88 пенни. Now, we are going to the shop. We have got 1 pound and 88 penny. What can you buy with this sum of money? Итак, у нас есть определенная сумма денег. Что же мы с вами можем купить? We can buy a packet of crisps. What else? Can you buy a bar of chocolate? Плитку шоколада. Yes, we can. Can you buy a jar of jam? Yes, we can. Can you buy a carton of orange juice? Пакет апельсинового сока. Yes, we can. Can you buy a bottle of cola? Бутылку колы? Yes, we can. Can we buy a box of chocolate? No, we cannot. We don't have enough money. У нас с вами на коробку конфет недостаточно денег. Now, imagine you went shopping yesterday. Представьте, что вы вчера ходили в магазин. Давайте составим мини-диалоги по образцу. Сначала читаем образец. Что ты вчера покупал? I bought two bottles of cola. Две бутылки кока-колы. How much did they cost? Сколько они стоили? They cost 52 pence altogether. Они стоили 52 пенни. Number two. A bar of chocolate and a bottle of cola. Плитка шоколада и бутылка колы. Итак, строим диалог. What did you buy yesterday? I bought a bar of chocolate and a bottle of cola. How much did they cost? They cost 61 pence altogether. Стоп the video. Поставьте видео на паузу. И составьте диалоги с двумя оставшимися заданиями. A packet of crisps and a bottle of cola. Пакетик чипсов и бутылка колы. A jar of jam and a bar of chocolate. Банка джема и плитка шоколада. Make up dialogues orally. Устно составьте подобные диалоги. Пакетик чипсов и бутылка. Итак, снова идем в магазин. В магазине мы должны выяснить, сколько стоит товар. Иногда мы должны получить сдачу и должны уметь ее правильно сосчитать. Look at the example. Давайте посмотрим на образец. How much is this bar of chocolate, please? Сколько стоит плитка шоколада? It is 35 pence. Плитка шоколада стоит 35 пенни. Here's a pound. Возьмите фунт. Thank you. Here's your change. 65 pence. Спасибо. Возьмите сдачу. 65 пенни. Let's make up another dialogue. Давайте составим другой диалог. Давайте купим чипсы. Нужно выяснить стоимость. How much is this packet of crisps? It's 20 pence. 20 пенни. Представим, что у нас есть целый фунт. Here's a pound. Thank you. Here's your change. 80 pence, please. Stop the video. Теперь сделайте опять паузу. И устно составьте диалоги с тем, что еще можно купить за 1 фунт. Банку джема и бутылку кока-колы. Обязательно диалоги проговариваем устно. While making up dialogues, we were working with the past simple. Кстати говоря, при построении наших диалогов мы с вами работали в прошедшем времени. Давайте вспомним, как мы работаем в прошедшем времени и выполним тренировочное упражнение. Вспоминаем. Если мы строим повествовательное, утвердительное предложение, мы глагол ставим во вторую форму или, если он правильный, добавляем окончание –и-ди. В отрицании мы используем помощника –дидент, который забирает вторую форму или окончание –и-ди. А в вопросе на первое место выходит вспомогательный глагол –и-ди, который тоже превращает глагол второй формы в первую, а окончание –и-ди забирает. Итак, давайте с вами раскрывать скобки. Это вопрос. Значит, нам нужен вспомогательный глагол –и-ди. Почему мы ничего не изменяли в форме глагола? Потому что в скобочках глагол стоит в первой форме, а после глагола –и-ди нам она и нужна. Она не смотрела телевизор вчера вечером. Нам нужно построить отрицание. Отрицание нам помогает строить глагол –и-ди. Опять мы не меняли глагол, потому что мы использовали глагол –и-ди. She –и-ди, краткая форма. Didn't watch TV last night. We – Baseball last weekend. Play – play – глагол правильный. Строим утверждение. Мама готовила торт вчера. Make – глагол неправильный. Нужно вспомнить его вторую форму. Make – made. Строим утверждение. Мам – made a cake yesterday. She – her room yesterday afternoon. Утверждение. Tidy – глагол правильный. Но помним, что буква Y, которая стоит после согласной, будет меняться. She tidied her room yesterday afternoon. Обратите внимание на написание. We – two white tigers at the zoo. Строим утверждение. See – глагол неправильный. Вспоминаем вторую форму. Saw – we saw two white tigers at the zoo. Bill – buy a pair of jeans two days ago. Buy – глагол неправильный. Вторая форма. Bought. Bill – bought a pair of jeans two days ago. Dети съели всю лазанью, они были очень голодными. Eat – глагол неправильный. Вторая форма. Остановите видео и еще раз перечитайте предложение. Now let's practice. Давайте потренируемся. Мы поставим наше предложение в утвердительную, отрицательную и вопросительную форму. Where did he go last Sunday? Давайте предположим, куда он мог сходить. He went to the park last Sunday. Сделаем отрицание. He didn't go to the park last Sunday. She didn't watch TV last night. Из отрицания давайте сделаем утверждение. Уберем didn't и вернем окончание – ed. She watched TV last night. А теперь зададим вопрос. На первое место выйдет did, а окончание исчезнет. Did she watch TV last night? We played basketball last weekend. Делаем отрицание. We didn't play basketball last weekend. И вопрос на первое место – did. Did we play basketball last weekend? Mom made a cake yesterday. Делаем отрицание. Глагол неправильный. После did будет первая форма – make. Mom didn't make a cake yesterday. И зададим вопрос. Did mom make a cake yesterday? Поставьте видео на паузу и запишите эти предложения себе в тетрадь. Будьте внимательны с утверждениями, отрицаниями и вопросами. Где есть окончание? Где вторая форма? И где они убираются? Мы с вами половину упражнения 3 страничка 114 поставили в три формы утверждения. Отрицание и вопрос. Упражнение нужно закончить по образцу классной работы. То есть вы ставите предложение в утвердительную, отрицательную и вопросительную форму. В упражнении осталось 4 предложения. У вас должно получиться из каждого предложения еще 3. Итого в тетради 12 предложений. Внимание! В среду мы с вами пишем контрольную работу. Контрольную работу попрошу выполнить и сдать до 20 мая. То есть в пятницу прошу мне работу уже прислать. Ну что, это все для сегодня. До свидания и хорошего luck!